Музыка Здравствуйте, мои дорогие друзья! Всех тех, кто любит сыр тофу и хочет обновить свой организм, я приглашаю это сделать вместе со мной. Для приготовления сыра тофу мне потребовалось 250 грамм сои, которую я уже замочила в воде и которая уже, как видно, увеличилась в объёме. Она у меня где-то стоит уже часиков 6. Но я ещё ей дам немножко это набухнуть и потом продолжу. Прошло несколько часов. Соя хорошо увеличилась в размере. Сейчас я её промою и измельчу в блендере до состояния пюре. В блендер добавлю обязательно где-то около 200 грамм воды. Доведённую до состояния пюре сою мне надо будет высыпать в 2 литра кипящей воды. Вот жду, пока вода закипит. Вода закипела и теперь в эту воду я высыпаю пюре из сои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В кастрюле появляется густая пена от сои. А сама соя может осесть на дно, поэтому я буду постоянно ее размешивать, чтобы дно кастрюли не подгорело. И так буду с момента закипания варить 20 минут. С момента закипания образуется такая большая пена, готовая выкипеть из кастрюли. Пусть это вас не пугает. Или убавьте огонь, или отстраните просто кастрюлю на сторону. Потом, когда убавите огонь, пена сама по себе не станет. И продолжаем варить. Вот, посмотрите, жидкость кипит, а пенки нету. Она просто исчезла сама по себе при постоянном помешивании. Теперь, после истечения 20 минут, мне это нужно будет все процедить. Что я сейчас и сделаю. Итак, сою процедила. Продолжим дальше. Здесь у меня получилось 2 литра классического соевого молока. И чтобы получить похожий вкус магазинного соевого молока, сюда нужно добавить палочку ванили и какого-нибудь сиропа. Кленового, например. Соевого молока очень полезное. В нем находится огромный процент протеина. Также оно очень полезно для нас, женщин, потому что в нем находятся фитоэстрогены, которые освобождают от горячих волн и смягчают состояние, улучшают. Так, ну сейчас буду продолжать дальше. Молоко мне сегодня не нужно. Будем продолжать делать тофу сыр. Продолжаю процесс. Молоко возвращаю в кастрюлю. Когда нагреется хорошо, уменьшу огонь и буду добавлять нигари. Вот у меня такой препарат, который называется нигари. Магнезиум хлорид. Для изготовления тофу сыра. У кого нет такого средства, может добавить уксус. Я никогда не делала с уксусом. Или еще говорят, можно добавить лимонную кислоту. Ну вот, а я буду добавлять вот такой специальный продукт. Мне нужна будет всего одна чайная ложечка. Если его положить больше, тогда тофу приобретет горьковатый вкус. Поэтому одна чайная ложечка совсем будет достаточно. В 50 граммах воды я растворю эту горькую соль одну чайную ложечку. И потом эту водичку буду высыпать в молоко. Чтобы разделить сыворотку от сыра. Молоко закипело. Так оно будет кипятиться где-то 10 минут. Потом надо его охладить до 70 градусов. и потом буду добавлять коагулятор. Чтобы отводить сыворотку от тофу сыра. Продолжаю делать сыр. И сейчас в это тёплое молоко я добавлю нигари, то есть коагулятор, который разделяет сыворотку от сыра. Сюда же добавлю одну столовую о, извините, одну чайную ложечку морской соли. Это обязательно. Вот процесс раздвоения пошёл. Сурутка начала деляться. Сыворотка, простите, сыворотка начала деляться. И сейчас я дам этому постоять немножко времени и буду опять процеживать. ещё раз процежу. И всё, что у меня останется в марлечке, это будет тофу сыр. Сыр процеживается и, как видите, в нём ещё очень много воды. Поэтому я сверху поставлю какой-нибудь груз, чтобы вода как можно быстрее освободилась от тофу сыра. А пока это будет отстаиваться, я сделаю маринад для этого сыра. В стеклянную мисочку положила несколько штук чили перчика. Добавлю немножко мяты сухой. пол чайной ложечки чеснока в порошке. Острый перец крупного помола. И всё это залью оливковым маслом. маринад так как сам по себе сыр тофу безвкусный и он имеет свойство принимать в себя вкусы как губка. Вот поэтому я для моего тофу сыра направила такой маринад. Пол чайной ложечки гималайской соли. А маринад вы можете сделать конечно на свой вкус и на своё усмотрение с любыми травами и с любыми специями. Ну вот такая лепёшечка у меня получилась с тофу с сыром. из 250 грамм. Сейчас я её выложу на тарелочку и разрежу. Насколько полезен тофу сыр для нашего здоровья это всё можно прочитать на интернете. конечно немного получилось из 250 грамм. Но моя задача была только показать вам как я делаю сыр тофу. чтобы сделать его много просто нужно взять побольше сои. Так сейчас выложу сюда. нарезала сырок и сейчас это залью маринадом. Как я уже сказала соя она безвкусная тофу сыр безвкусный поэтому какой вы направите маринад такой вкус она и попримет. поставлю это в холодильник и через некоторое время уже можно будет употреблять. Спасибо мои дорогие что принимали со мной участие в приготовлении сыра тофу. Всем желаю доброго здоровья. Всем пока. Пока.